здравствуйте вы на канале урал спецтранс проедет трактор мы рассказывали как так и плану она была совсем другая мне кажется там все таки два каких-то место было и на заднем слизи стоял манипулятор а здесь я уже запутался в этих губашка чуть за машина но машина урал тут уж ни с чем не перепутаешь грузопассажирский автомобиль с манипулятором с каким-то маленьким с каким-то недоманипулятором каким-то недоманипулятором но такие манипуляторы делают грузоподъемностью до 1 тонны чтобы не ставить их на учет ростехнадзоре сейчас мы убедимся так табличка все равно должна быть вон она табличка есть то есть грузоподъемность максимально 990 килограмм на вылете метр восемьдесят пять максимальный вылет у него всего три метра пятьдесят семь сантиметров и на полно вылетел поднимает пятьдесят пять килограмм все выдвижения здесь вручную но опор кстати нас ругали про скрепки вот инман тоже скрепки используют только побольше вышки не хорошие такие в солидоле давай попробуем вытянет без вручную выдвинули вручную и опустили вручную также тоже скрепочки в другую сторону получается уже а чё это у меня а вот лишь тут маленько но ни хрена себе тяжелая лапа-то вот все а чё самосвал как самосвал ничего необычного обычный самосвал бескапотник урал поднимаем лапу то торвут ее нафиг блин тяжелая зараза прикольный манипулятор ценой полмиллиона по-моему стоит мне кажется дорогое почти ничего не поднимает полмиллиона стоит ну все относительно конечно если золото грузить то он дешевый а если так что-то там вспомогательное то дорогой давай борт откроем что-ли главное чтоб на голову не упал снег то пусть падает все где у нас понедельник сами понимаете по понедельникам настроения никакого да тут только еще звонит говорит пошли ролики снимать зима внезапно негаданно да я уже помидоры посадил рассаду уже думал скоро в грудь буду высаживать а тут снег выпал еще трактор этот ездит шумит на ручке опять сэкономили был за петлю можно цепляться весь красы пальцы прижалу так пальцы прижал где ручка то 5 на ручке сэкономим мы будем считать что это бюджетный вариант такой колхозный на ручке сэкономили ух ты смотри какой красивый кнопок сколько много разных да вы баста заказали под отопитель вот смотри машина для бездорожья все вроде бы ничего да крыло у нас получается снизу никак не держится то есть вот видишь нижняя часть никак не прикручена вот видишь здесь по периметру прикручена внизу не прикручен а теперь вот предложим ситуацию смоделируем вернее вот это колесо то есть руль у него вывернут в крайнее получается правое положение то есть он поворачивать направо колесо находится вот в этой области едет он вперед наматывает ком грязи сюда и вот он в аккурат вот сюда вот все это дело приходится и он получается колесом с грязью скребет вот это место и оттягивает крыло оттуда но тут нагрузки то мне кажется вполне такие достаточные чтоб оторвать это крыло ну по крайней может быть не оторвать его но покалечит поэтому вопрос по использованию пластиковых подкрылков он очень спорный по крайней мере он спорный в плане крепления ну а раньше это все металлическое было раньше это было металлическое крыло более того многие товарищи до сих пор я знаю что у нас конторки которые занимаются запчастями в городе они до сих пор продают металлические крылья потому что многие люди оторвав это пластивое крыло нафиг покупают металлическое ставят его обратно и ездят отсюда напрашивается вопрос ну ладно у тебя там крышка капота пластиковая но подкрылок то пластиковый урала причем тонкий пластик причем не закреплен везде по периметру ну уже оторвет его нафиг ну он же не по асфальту ездит я понимаю такой подкрылок он бы вполне как бы ходил нормально на машине на какой-то шоссейной ну и то даже не на грузовой наверное здесь такие ходы подвески здесь ну вот это я так понимаю вот эта часть она будет самая нагруженная потому что колесо когда будет крутиться как раз он будет грязью туда все снимать теперь будешь как-то посыдно заходить нет я хочу показать что сэкономили вот так вот ну я думаю это к недостаткам относить нельзя здесь если значит рассматривать эту машину с точки зрения перевозки пассажиров ну конечно так вот нельзя делать ну если допустим здесь была бы вахта там 20 20 и больше мест здесь мы сколько места видим сколько у нас 10 мест 10 мест для бригады которая переезжает на длительные расстояния в принципе в газельку когда садишься в маршрутку да ты же так же садишь ты же вот так вот на полу согнут передвигаешься ну ну можно где люк хватаешься за кого-нибудь чтоб не упасть где люк можно встать наверно в рост нет если люк открыть ну-ка давай продемонстрируем слушай вот самый длинный встает сюда дышит свежим воздухом ну да вот у меня рост где-то метр метр семьдесят шесть что ты уж метр семьдесят совсем-то меня на 6 сантиметров выше метр семьдесят все я на тебе обиделся 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 ну то есть это нормально здесь все все тут нормально молоток запломбированный даже стекла бить не будем его отрывать помба сорвется да специальный молоток бить стекла такой же снаружи по моему находится окно с форточкой а что нормальная машина для перемещения вот с точки зрения альтернативы next 2 кабинки которые мы недавно снимали по цене получается одинаково только в next 2 кабинки ты еще 4 человека дополнительно посадишь а здесь ты 10 посадишь я думаю что вот этот фургон он проживет дольше чем next 2 кабинка вот в том исполнении который который мы снимали да как сказать давай все таки меня совесть мучит я сильно расхвалил тогда машину вот эту 2 кабинку я сейчас скажу что там не все хорошо но что не хорошо только буду говорить скажем так по телефону всем не буду звоните нам в офис в отдел продаж спрашивайте наших менеджеров мы вам расскажем что там что там хорошо а что там не очень хорошо вот это что такое это комплект для коптильни что ли это это ольха наверное можно может это под опору что-нибудь вставить нет в разобранном видишь ну да ну ты бросишь подожди что-то меня заинтриговало вот это все что это такое нет а может быть это комплект знаешь когда уже аккумулятор сядет солярка кончится этот комплект последняя надежда называется то есть вот это все свернул ну надо иметь спички или зажигалку с собой запалил тут все и это все красиво горит белый дым идет и с вертолета издалека видно что-то я неправильно собрал смотри явно какой-то конструктив был скотчем замотали так конструктор я когда мебель начинаю дома собирать вы наверное так же делаете вы сначала собираете а когда у вас не получается то достаете инструкцию признайтесь кто-кто так делает а кто читает сначала инструкцию слушай вот тут какие-то вытачки есть это головоломка опять же зимой это можно запалить и дым пойдет и вертолет пролетит а летом когда водителю скучно он может быть бригаду ждет когда бригада работает он достает это и начинает собирать я тебя рассмешил и он начинает собирать головоломку смотри я один пазл собрал по моему видишь у нас уже ролики из технических превратились в какие-то не знаю юмористические давай вопрос нашим подписчикам зададим что они хотят видеть чтоб мы серьезные были или чтоб мы морили приехал представитель компании корейской хочет встретиться обсудить вот девушки звонят встречу организуют что там расскажу не знаю решил проверить наверное мы его манипуляторы продали или нет а то у нас а мы продали а то у нас куча так он привез только в пятницу на той неделе кого мы могли продать а вот наверное инструкция слушай ух ты там скотч двухсторонний какой-то это столик что ли это все еще на скотч точно это наверно ладно господа у кого вот эта инструкция на двигатель это точно вот с машины идет стать инструкция на двигатель давай покажем что с машиной идет а точно вот это столик это вот захотел инструкцию посчитать палочки разложил столик положил так смотрим людям может быть интересно я думаю такие документы да идут ведомость эксплуатационных документов то есть собственно что уложится эта ведомость так что такое упаковочный лист какие-то тут болдики гаечки ну то что уложено собственно так эта бумажка у нас на насос насос стоит итальянские фирмы о м ф б что-то наши на итальянцах помешали похоже у нас один из ой смотри красочка один из товарищей у нас наверное это по булавкам тащится ну которые у нас везде булавки ставят ну подписчики а второй у нас наверное по насосам итальянским ладно это вот тяговое это сцепное устройство технотрон тоже непонятно завод его внедряет вот это чем оно нехорошо это тяговое сцепное устройство оно не обладает не дает в своем конструктиве достаточных углов излома дышла для того чтобы эксплуатировать пол прицепс с вездеходом то есть грубо говоря просто в этом месте дышла при определенных углах будет упираться в элементы этого фаркопа его просто поменяет то есть в нормальной организации которые ездят по бездорожью с прицепом они его выкинут нафиг и поставят обычный ну в общем вот это вот логике не поддается у меня в голове вот это вот устройство сцепное оно не поддается логике так же как и пластиковые подкрылки на Урале вездеходе который ездит по всяким ты запикивать умеешь нет? я буду говорить плохие слова можно по говнам по всяким ездит Урал а ему пластиковые подкрылки поставили ну это вообще ладно надо на любимых жигулях пластиковые подкрылки ставят это ладно еще куда не шло и то вот некоторые товарищи на саморезах закручивают я вот их тоже не понимаю в районе этих саморезов в основном ржавее ладно это инструкция у нас по двигателю получается это руководство по эксплуатации на двигатель ЕМЗ-536 это рядная шестерка да? а здесь у нас опять же еще одна книжка инструкция по диагностике двигателей ЕМЗ-5340 и ЕМЗ-536 и их модификации то есть это инструкция по эксплуатации а это диагностика то есть по одной эксплуатируешь а если он у тебя косячить начал то уже другую книжку открываешь очень удобно почему в одной не написать видимо эти разные ведомства готовили документы то есть одна для эксплуатации другая для поломок ладно и руководство для монтажных работ для коробок ZF тут еще что ZF стоит что подожди быть такого не может ну-ка посмотрю ну ты что ZF же только на Nexi стоит и на бескапотнике отсюда не видно нифига сейчас с той стороны посмотрю что-то кто-то перепутал ЕМЗовская коробка тут стоит все правильно я уж я уж испугался не то что испугался обрадовался думаю неужели на капотнике старого образца ставить ZF коробку нифига коробка стоит ярославская ну кто-то паспорт перепутал и положил а видимо знаешь для чего положили то есть счастливый обладатель Урала когда у него коробка ну ты запикаешь не я не буду это слово говорить ну в общем я хотел сказать одно слово скажу сломается вот когда у него вдруг вдруг сломается коробка ну рано или поздно это все равно произойдет на любой машине такое бывает он такой раз и такой у меня коробка то ZF такой открывает потом сравнивать с тем что есть и понимать что у него не ZF и наверное следующую покупает ZF у нас в России все равно обычно пока не сломается никто инструкцию не читает собственно я не исключение Оля ты читаешь инструкцию? да серьезно? да ну вот у женщин наверное другой склад ума они инструкцию читают может быть поэтому дольше мужиков и живут но по статистике женщины дольше мужиков живут особенно женщины которые живут которые работают наверное электриками живут дольше мужиков электриков ну на опасных производствах не только электриков ладно посмешили народ немножко да? собственно и людей посмешили и самим весело да? у тебя поднялось настроение? поднялось да поднялось а я злой был такой сюда шел хотел тебя отругать думаю что ты дергаешь меня по понедельникам да все даже дверь закрылась ну все тогда что давай отсюда вид то сделай вот такое чудо Урал с пластиковыми подкрылками говори до свидания всем пока не забывайте подписывайтесь на наш канал что-то у тебя проводок короткий какой-то нет нормально у меня же тут этот микрофон а да подписывайтесь на наш канал шлите свои пожелания ролики фотографии мы будем их выкладывать а кстати там у нас подписчик Бармалей 77 такой есть он придумал стихотворение про нашу организацию ты выложишь? про тебя и про меня да выложишь? я выложу если ты купил КАМАЗ Вольво МАНА или КРАЗ и решил поставить бочку кран лебедку как примочку может вахту захотел чтоб народ не задупел или просто на охоту захотелось вездехода обратись в Урал спецтранс там замутят все для вас фирма с опытом огромным все в хозяйстве там пригодно к делу с мозгом подойдут все по вкусу подберут есть у них еще канал много зрителей собрал Константин мужик толковый все расскажет очень клево Ольга снимет все реально четко все для вас специально если стих мой приколол и улыбочку навел подпишись на их канал чтоб не зря я сочинял приглашает из Италии сразу в Германию проехать сразу в Германию кстати да спасибо тебе Бармалей пиши еще стихи он нам теперь вызов если мы захотим в Германию съесть он нам может визу при оформлении визы он вызов нам оформит и мы поедем в Германию ну так что приглашай нас в Германию что там делать? не знаю посмотреть как буржуи живут а то вдруг нам по телевизору не то показывают всем пока